Сейчас мы смотрим на статистику обоих спортсменов. Да, статистика в пользу нашего соперника, у которого меньше поражить. Но и Яманбаев не противостоял соперникам слабым. Всегда против него выходили очень сильные, достойные соперники. Два раунда по пять минут. Рефери Максим Братасов. Все готово к старту главного боя в рамках нашего турнира. Пожелаем удачи российскому спортсмену. Дамы и господа, представлены бойца столящего слева, опирая в сильном углу октагона. Интересно смотреться на этого спортсмена. Всегда интересно, как борются люди из других стран, из других государств. И искать, находить отличия в технике, в школе. Да, Сеорж, у вас на этом деле гораздо более на крученый глаз, что ли. Вы лучше разбираете как раз вот эти тонкости. Поэтому будем смотреть за тем, что предложит южнокорейский спортсмен. Каков его арсенал. Боевой очень настрой у корейского участника. Дамы и господа, сейчас с гордостью представляю вам его оппонента напротив, в красном углу клетки. Он 27 лет, он 175 сантиметров, он 70.3 килограмма. Ему 27 лет, он 175 сантиметров, и представление, вес 73 десятых килограмма. Он российский кикбоксинг кафт-холдер, и мастер в спортсмене в комбат-самболе. Он чемпион, обладатель Кубка России по кикбоксингу. Мастер спорта по боевому САБО. Репрезент УФА, Башкортостан, Раша, Руслан. Хорошая база у спортсмена. Хорошая база у спортсмена и хорошая поддержка у него в принципе, потому что он выступает на родной земле. Чешминский парень, Чешмин, это для тех, кто не знает и следит за нашей трансляцией в сети интернет. Этот район, который находится буквально в 50 километрах от столицы республики Башкортостан, и сейчас, конечно же, этого простого деревенского паренька, который добился солидных результатов в мире ММА, приветствует местная публика. Я думаю, что добрая половина России, которая поддерживает в этой ситуации не одного российского спортсмена против другого, а спортсмена из России против спортсмена из Южной Кореи. И страны, которая в ближайшем будущем примет Олимпиаду, зимнюю Олимпиаду. Ну что, пожелаем удачи Руслану, поехали. Вот она под стрелкой присматривается друг другу спортсмены. Никто не бросается, не кидается на рожал. Нужный корейец даже где-то с апатажем появлялся в уфимском октагоне. Он понимает, что он приезжает делать шоу. Ну да. О, первый лоу-кик. В исполнении Руслана Емман-Баева. И вот вы слышите, как ликует. Да, гонят. Башкортостанцы. Руслан, давай. На Седуане попал корейец. Пропускает торос Руслан. Хорошая была комбинация. Вот здесь не попал, к сожалению. Не попал, к сожалению, Емман-Баев. Здесь промахнулся. Но спортсмены легкие. Они очень быстро перемещающиеся. Ушел от удара и тут же нанес свой. Такое часто случается именно в этой весовой категории. В этих легких. Хорошо попал сейчас Емман-Баев. Очень здорово. Кореец пытается всего прижать к сетке Руслана. Но активность, я думаю, можно разделить пополам. Да, пока силы могу обоих спортсменов. Еще одна попытка подсечь. Вот здесь еще один лоу-кик. Очень здорово работает обеими ногами. Руслан Иман-Баев. Нужный корейский спортсмен так по-хорошему себе уж не нанес еще ни одного сколь-нибудь опасного удара. Он пристреливается. Пристреливается, да. Такое ощущение, что он выжидает. Выжидает, когда немножко Руслан подустанет, чтобы нанести свои удары. И еще один лоу-кик. Да, но Руслан пока лидер. Вот вперед в борьбу. Вперед в партер. Здесь мобильный южнокореец попытался уйти, выйти из партера. Уходит, уходит и посмотрит, занимает позицию. И пытается... Нет, не получилось. Хорошая была попытка выйти на удушающий, но... А вот сейчас очень здорово все попытался сделать южнокореец. И вот снова, снова выход на удушающий, но... Нет, была захвачена рука. Шея была защищена Руслана. Профессиональный вот Руслан. Есть. Красавица очень хорошо. И вот удушающий воспаление Руслана. Попытка пойти в удушающий. Получится или нет? Нет, вряд ли. Очень умело. Сплотил сейчас шею. Это получилось удушающим приемом завершить эту сватку. Зато попадает он по выходу из этой ситуации корейца. Еще один неплохой удар. И еще второй, третий. Начал отмахиваться уже южнокореец. Съемки. Продолжает так же свой прессинг. Руслан Байк хорошо показал хорошую борцовскую школу. Школа сам был. Хороший джеб. Он здесь пропустил. Он здесь пропустил. Неман Байк. Уже немного подустал. Наш эфирский спортсмен. И вот начинает как раз таки. И вновь пошел. И вот борьба. Блокирует романчую руку. Здесь рукой бы поработать сейчас, но очень взворотливый этот южнокореец. Очень. И вот выход, выход на удушающий. Продаскивает ноги. Получится или запотит шею. Прикрывается очень умело. На серии ударов. Корейский спортсмен. Вот, вот, вот. Удушающий. Удушающий. Неман Байк. Ну же, Руслан, доведи дело до победного конца. Тянет, тянет, тянет. Все, победа. Победа. Руслан Неман Байк. Очень здорово. В первом раунде удушающим приемом добывают победу в бою против южнокорейского спортсмена. Российский спортсмен тяжеловес. Сергей Хритонов готовится выйти. В октагон. И председатель Федерации современного подкреплений России. И Дмитрий Коньков. Дмитрий Коньков. Президент Федерации современного подкреплений России. С победы. Венер Галиф доволен. Оба его подопечных в этот вечер победили. Сначала это был Сергей Хринин, затем Руслан Неман Байф. Неман Байф красавец. Смотрите, как уверен, он довел дело до победы. Давайте послушаем для начала вердикт судей. Здесь все понятно. Затем послушаем Сергея Хритонова и Руслана Неман Байфаева, который всегда красноречив, выступая на родной для себя земле. Ваш победитель на четвертой минуте первого раунда унушающим захватом Руслан Неман Байф. Очень зря, что начинался бой. Руслан Неман Байф из заиндuais. Руслан Неман Байф- Руслан Глава. Руслан Неман Байф-